Я рассказал, как вы просили про старые ЦКП. Я единственное забыл, как называлась специальность, которую ребята получали. Я сказал, что там было два взрослых, и поясняю, что кроме вас взрослого, был старый взрослый, и чем он был занят, что он пробивал в основном в ЛИН. В ВУЗе какие-то глупости связаны со специальностями. А как специальность называлась? Я забыл совершенно. Не помню. Ну короче, было пробито две названия специальности, эти специальности вписывались ребятам в диплом. А все, мы, собственно, уже перешли в стадию вопросов. Если еще есть вопросы, я отвечу. Рассказал я им, дал оценки по проектной сессии, и рассказал, как выглядела ЦКП в будущем. Ну и рассказываю, ой, в прошлом. Рассказываю, как в прошлом. Пришлось отвечать, как, кстати, у меня тоже есть. Хотите? У меня есть более хороший кисель. А, access не вышел. Микрофон включите. Я бы хотел задать вопрос, а почему уверены, что студенты так же не захотят капитализировать себя? Почему? Да это великое счастье, если вы захотите капитализировать себя в кавычках. Капитализируйтесь на здоровье. Ну так же и здесь загнется это все. Смысл тоже самое. Вы про кого спрашиваете? Если про себя? Я уже полгода вам предлагаю начать капитализацию. Хотя бы, наконец, начать курсовое сочинение, пройти собеседование. И избавить меня от ситуации деживю, когда меня в 11 раз спрашивают, а еще не поздно ли пройти собеседование. Я каждый раз говорю, не поздно. И сегодня говорю, не поздно, пожалуйста. Только не на этой неделе, а на следующей договоритесь. Я у вас приму, напишите курсовое сочинение и готовьтесь к следующему проекту на сессии. Как-то вы выглянули от ответа. Капитализируйте себя. Ну а как к этому шагу? Ну как? Вы хотите пройти курс обучения? Там есть такая опция, проектная сессия, на нее надо подать, попасть. Не попадете, у вас не пригласят. Я про себя вообще не спрашиваю. Я говорю, как-то забочусь о том, чтобы все труды опять не пропали в дару. Книги пальцем, про кого еще забыли? Про весь кружок ЦКП и так далее. Я не умею за всех говорить. Вы умеете за всех говорить, Сергей Билович? Нет, конечно. За ЦКП в целом я не несу. Я базар за ЦКП в целом не несу. Слышно, да? Нормально. Сейчас я посижу и тут отдохну. Смотрите, каждый проект завершается тем, что что-то в результате него создается. В результате того проекта тоже были созданы. Не все то, что мы задумали, не было создана машинка проектной сессии, она не была технологизирована, не была переведена в IT, не была поддержана информационной технологией, не получила, осталась в вручном режиме. Но тем не менее она работала, вышла на точку окупаемости и какое-то даже намывала бабло. Вопросы связаны с тем, почему тот ЦКП загнулся, что случилось, все остановилось и несколько лет пребывала в прострации. А вы ответили на это? Я как мог ответил. Может быть, вы свою версию дадите, она будет дополнена и создаст больше объемности. Ребята поэтому переживают, не получится ли так, что этот проект тоже через 5 лет или 6, сколько мы тот проект делали. Когда на вышке впервые идут? В 1999 году первая лица была, курс ваш первый? Есть просвещенный подход социологии, в соответствии с которым живыми существами считаются не только люди, но и организации, министерства и проекты в том числе. Например, Переслегин, он тоже исповедует эту точку зрения. Поэтому все смертно, в том числе и этот проект. Но с проектом, как вы видите, все хорошо. Ну, ответ на вопрос, что там было в вышке, я сейчас как раз его обсуждал с Зайцевым и Скобзиевым. Но их это интересовало с другой точки зрения. Им было приятно послушать, что не все в высшей школе экономики хорошо. Вот, да. И я подтвердил их. То есть вы полили бальзам на душу? Это можно стереть как-нибудь? Ну, где такие места, где все хорошо? Ну, во-первых, проект длинный. Он не наш. Мы как-то влезли на кусочек проекта, его ведем. И названия, их там много названий, они имеют такой приходящий характер. Я думаю, что проект тут не имеет одного автора. Начался он там где-то в 19 веке. И состоит, мы об этом уже говорили, в переносе человеческой деятельности с вещей на отношения по поводу вещей. То есть учредитель Карл Маркс проекта? Ну, в каком смысле, да. Или эти трое. Трое этих ребят, о которых я говорил. Вебердерги? Нет, нет, нет. По-маленькому там три. Там молодая компания? Мой Дегес, Август Сашковский и Карл Маркс. Которые с ним пили пиво. Да, катались на лошадках. И бесились, да, катались на лошадках. Что касается нашего проекта, он тоже длинный. Он не в высшей школе начался и не в высшей школе закончился. Можно обсуждать, почему мы конкретно из тех стен ушли. Но можно это там опустить, чтобы никому никаких обидных слов не говорить. Сказать просто, что есть ряд циклов в обществе. И один, самый короткий, который мы наблюдаем, 12-летний цикл. Грубо говоря, общество перемещается от приязни к проектам, от динамики, обсуждения новых идей, учреждения новых структур, к, наоборот, такой тупиковой ситуации, застойной, когда остается только сидеть книжки писать. В этом смысле вот сейчас как раз начался год максимальной приязни. Это пик такой, 2012 год. То, что это как-то коррелирует с циклами солнечной активности, наверное, это так, эмпирически. Меня это не интересует. То, что это связано со знаками зодиака, может быть, это и так меня это не интересует. Я чисто эмпирически на опыте наших проектов сначала думал, что это касается нас, потом понял, что это касается всех. Поэтому в проекте ЦКП предыдущий пик такой активности был в 2000-м и потом 3 года, в 2003-м. За это время мы учредили ЦКП в вышке, сделали его доступным студентам всех вузов, стали работать в регионах, открыли программу 1000 понимательских кадров, учредили Первый национальный фонд кадровых инвестиций, сделали массу всякой-всячины. Потом наступил период глухой для всех и для нас тоже. Это выражается еще и в том, что никаких ресурсов, инвестиций, спонсоров найти невозможно. Новые идеи никого не интересуют, книжек никто не читает. И проект стал окукливаться, как и все остальные. Этот период был, когда мы занялись углубленной разработкой стандартов. Мы стали отрабатывать корпоративные заказы. Мы работали не с широкими массами малых предпринимателей, а сначала с приборостроительным холдингом большим из Саратова, потом из Росгидро. Я бы сказал, что проект приобрел другой вид. То есть вместо постоянно действующих курсов в вышке, началась постоянно действующая проектная сессия для крупных корпораций. И для набора неких региональных программ. Начала создаваться региональная программа в Саратове с губернатором и так далее. Ну, короче, не важно, где там Саратов, не Саратов, а важно то, что мы занимались содержанием, отработкой стандартов и перемещением его с элементарных этажей, строительной цепочкой добавленной стоимости, на предпринимательские корпорации. И, наконец, доползли два года назад, слава богу, до самых сложных проектов, до связанных с стратегиями уже индустриальными и до инноваций. Как раз к этому времени общество опять закопошилось, к нам возник опять интерес, к нам стали поступать предложения. К этому моменту мы были готовы работать с инновационными проектами. И вот первый блок проектов биофарм-кластера «Северный» нас просто убил бы в 2000 году, мы там бы ничего не поняли. Там какие-то молекулы, там какие-то, значит, эти самые жуткие технологии, там архитные сделки. Просил господи адюванты. Да, адюванты. Обратные скрининги. Были готовы. Сейчас опять начинается фаза, когда нужно воплощать всю эту деятельность в действующих методиках, в подготовке кадров, в реальных проектах и энергетиках. Это касается всех. Ваших проектов касается точно так же. Если вы хотите сделать что-то большое, светлое, чистое, пойти в зоопарк, помыть слона, то самое время начать мыть его прям немедленно, и у вас три года имеется. К 15-му году все это начнет глохнуть опять, и вам останется заниматься теорией. Поэтому все практики будут успешны в ближайшие три года. И мы тоже с вами вместе. Ну а почему конкретно это было в вышке, там не так интересно. В высшей школе мы сидели на вкусных площадях, на нас смотрели алчим всякие MBA, такие-сякие. А покуда ректору было угодно благоволить и крышевать нас в хорошем, мы там работали. Как только в структуре времени затраты на то, чтобы отбиваться от всяких навозных и прочих мух, стали превышать некий минимум, мы просто решили перестать отбиваться и ушли. Только и всего. При этом ни с кем не сворились. Я решил, что в то время административной реформы вообще забил университет. И вылезли всякие проректоры, которые там занимались ходить. Это не важно. Это всегда возникает, но на самом деле это не важно совершенно. Пошла муть неинтересно. Как бы случайно возникает активность людей, которые интересуются чистой прагматикой, но в лицах это несущественно. Это фундаментальная закономерность. Волны вздымаются, волны опадают. И надо не дергаться. Понимать энергетику волн и им соответствовать. Вот сейчас энергетика такая, или структуры светил на небе такие, что раз физтех решил возобновлять или создавать нечто, и даже название ЦКП многим нравится, ну и хорошо. Мы будем это делать. Хорошо то, что мы уже поработали года полтора, ничего не требую особенно. И все убедились в том, что вроде бы там все работает. Люди собираются честно, и никто ни у кого ничего не украл. Проекты интересные. Сейчас начнется бешеная гонка. Ну, я не готов сам участвовать в гонке, уже как бы реакция не та. Но, слава богу, предыдущее поколение цикапистов выросли и стали такими, как Ян Горелов или Лев Третьяков. И как только новый проект возникает, мы будем торжественно приводить туда очередного, сажать туда роли генерального директора, давать ему в руки флаг и уходить на какую-то пенсионную должность. Вот ЦКП, если будет здесь создано, то Юрий Александрович будет какой-нибудь там руководитель образовательных программ, я буду руководителем каких-нибудь научных программ. И все будет хорошо. А Горелов будет рулить, и все будет лететь со свистом вперед. Но я бы хотел сейчас немножко о другом, вот в первую часть работать. Сейчас надо возобновлять курс. С одной стороны. Курс назывался, все, правда, разбежали, слава богу, кроме тех, кто остался в ЦКП. И это хорошо в каком-то смысле. Но курс был заявлен как технология предпринимательства, как точная дисциплина. Я, как честный человек, обязан сделать нечто, и вот мы сейчас обсудим, а в следующий раз начну делать это нечто. Я очень надеюсь, что Юрий Александрович меня не бросит. С другой стороны, ректорат пожелал, чтобы с будущего года, с осени, мы сделали обязательный ознакомительный курс для всех факультетов на третьем курсе. Мы говорили об этом давно, и он будет. Он будет состоять, видимо, из двух частей. В первой части будет общий взгляд на бизнес с высотой предпринимательства. Что это такое, с чем его идут? Я очень надеюсь, что там крайне будет Юрий Александрович. По крайней мере, он соберется, винтит и решит, как это читать и кому. А вторая часть будет вот такая наша пропедочка. То есть с Тимофеевым, с Ваней? Ну да, с Ваней, если Ваня к этому времени не разочаруется. И может быть, Горелов сам. А вторая часть будет уже предпринимательства типа нашего. Но вот добро мы получили прямо сейчас. И только что я там обсуждал эту тему с деканом гуманитарных наук Кобзевым. Поэтому мы хотели бы, чтобы вы, коллеги, помогли нам под чутким руководством Ленинского или какой он там, у меня зовут, ЦКП, Кудрявцевского ЦКП, повесить объявление, чтобы все студенты третьего курса знали, что, грубо говоря, учреждается ЦКП. Сейчас второго. Что там третьего? Третьего, третьего. Сейчас третьего. Сейчас третьего. Но читаться-то будет в следующем семе. Неважно. Но чтобы эти третьекурсники тоже что-то успели. То есть пригласить их на продолжение нашего курса, на оставшиеся два месяца. А, имею в виду, что со следующего года? Да. Предупредите их о том, что на будущий год четверокурсники всех факультетов получат возможность нырнуть в проекты, а третьекурсники всех факультетов будут вынуждены слушать нашу нудятину еще целый год. Тогда нужно второкурсников сейчас звать уже. Потому что они же в следующем году третекурсники будут. Нет. Моя мысль не в этом, и что значит. Третьекурсники нудятину. Я хочу, чтобы третьекурсники нынешние успели за два месяца послушать то, что они будут слушать целый год. И чтобы они с первого сентября уже пришли к нам как четверокурсники. Так вы сказали, курс будет для третекурсников или четверокурсников? Да. Для третекурсников. Если с первого сентября курс будет для третекурсников, то сейчас они должны быть второкурсниками. Меня они не интересуют. Нет, нет. Для этого я предлагаю пригласить нынешний третекурс. Скажут, ребята, вы не успели на этот праздник жизни. Вам не повезло. Будущий третий курс будет слушать пропедевтику. Вы не успеете. Но если вы успеете прибежать на конец марта, апреля, май, то вы успеете за два месяца проскочить, и тогда мы вас возьмем в ЦКП. Я понял. Но не на тот курс, который... Мы их возьмем. Давайте спасем нынешних третекурсников. Им не повезло. А второкурсников не будем готовить к совету. Нет, мы их и так подготовим. Они придут на свой третий курс. Там будет объявление на кафедре висеть. Наш курс будет курсом по выбору. Наряду со всей гуманитарной, как будет помягче выразиться, малиной. Он будет курсом по выбору. Они будут его выбирать. Все будет институционально утверждено. Печати будут ставить. Все будет хорошо. Я предлагаю нам с вами позаботиться о том, чтобы у вас была молодая смена. Чтобы каждый из вас на будущий год мог иметь несколько энергичных молодых ребят, которые сейчас учатся на третьем курсе физтех. Их поймать. Надо будет сочинить простое объявление и сказать, ребята, нам вас жалко, вы не успели чуть-чуть. Вот вы закончили, а счастье начинается для следующих. Но не все потеряно. Вперед. Я начну читать нечто, которое, скорее всего, как честный человек, я думаю, надо сделать так. Времени готовиться у меня не было. У вас тоже не будет особенного времени сейчас вникать в хитрослепление теории, поэтому я возьму книгу «Смысл». Ее прагматизирую. В книге «Смысл» постулируется класс математических объектов, которые, с одной стороны, могут использованы быть для технологизации проектных сессий. Они могут быть использованы как просто наглядная, многомерная такая таблица, которая помогает людям на проектной сессии удержать всю структуру проблемы, понять, какое задание они получили, нарисовать его на клеточке, понять, что сверху, что снизу, что справа, что слева. И без этого наши проектные сессии это полный ужас и кошмар. За исключением общих заседаний в группах творится безумная каша. Я это понимаю. Значит, книга «Смысл» с одной стороны может использоваться как таблица Менделеева, которая в слабой форме может помочь вам на работе с проектами в русле проектных сессий. С другой стороны, книга «Смысл» может стать основой для постановки задач программистов, которые будут делать, и мы надеемся, очень скоро будут делать, многополитский онлайновый продукт, позволяющий ту же самую работу вести перманентно без выезда на проектные сессии. Поэтому я возьму книжку «Смысл» за основу, добавлю спереди парочку занятий, где показано, откуда берутся все эти представления, ну и потом несколько уточняющих штрихов. Что мы успеем сделать? Мы будем здесь заниматься этим математическим объектом и давать интерпретацию. Сначала я постараюсь внятно объяснить, каким образом он берется, как постулируется, не так, как книги «Смысл». Там это сложновато и не совсем для физиотехских мозгов, а по-другому. Но я думаю, что надо пригласить на это третекурсников, назвать это как-то так, чтобы им было понятно, объяснить им, что для них это вход в реальный проект. То есть им надо написать следующее. Ребята, вы все равно по базовым кафедрам третий курс походили, вы уже сделали выбор или не сделали выбор. На четвертом курсе у вас три дня на базе. Если вы хотите, чтобы эти три дня на базе были в инновационном проекте, неважно, какой предмет содержания, хотите ядерный, ядерный, пофигу, хотите космический, пожалуйста, хотите молекулярный, ради бога, на самом деле это неважно. Но если вы хотите специализироваться именно в управлении инновациями, то тогда вам к нам. Но чтобы вы попали к нам, вам надо срочно успеть прослушать аврально, неформально, двух с половиной месячный курс, который у нас ведется. Вот смысл месседжа. Те, кто не успеют, не попадут или будут попадать таким болезненным, эмпирическим способом, я не знаю, чего мы будем читать для четвертого курса в сентябре. Я вообще не уверен, что мы сможем читать параллельно для третьего курса, для четвертого. Ну, это как карта Лего. Да, да, пожалуйста. А это будет, получается, кафедра? Это будет не кафедра, это будет что-то типа... Ну, поэтому название будет «Центр», никто не знает, что такое «Центр». Но это будет, как бы, такой межфакультетский факультет. В его структуре будут кафедры. Но, грубо говоря, кафедра биофармкластера Северной вполне возможно станет частью этого цикапура. То есть, ну, я сейчас третий курсник, вот, поэтому для меня это очень актуально. Вам по-другому. Это означает, что часть кафедр будут кафедрами ЦКП, другая часть кафедры заключит просто с ним соглашение о том, что ЦКП организует специальный курс, цикл и систему стажировок. Так что, финальная стажировка будет идти по кафедре, если кафедра факультетской, данного факультета, с соблюдением, значит, вот, специфики. Если вы записались в молекулярную биологию, то у вас будет последняя стажировка на шестом курсе, она же дипломная работа где-то в Хемраре. Но до этого у вас будет куча стажировок в самых неожиданных местах, и задача ЦКП сделать так, чтобы повести вас по лестнице компетенций. И мы с вашей кафедрой подпишем соглашение, что ваша кафедра, какой бы у вас ни был факультет, какой у вас факультет? ФМБ. ФМБ. Ну, замечательно. А если это будет ФПФЭ или там какой-нибудь ФАКИ, если он так называется еще, то мы договоримся, что наши стажировки будут самые разные. Но последняя стажировка будет по вашей космической, ядерной физической проблематике. Но до этого студент будет совершать сложную эволюцию, и задача ЦКП обеспечить ему набор курсов и стажировок, чтобы он возгнался по ступенькам предпринимательской компетенции. Все. Микрофон. Какие еще кафедры будут, кроме ГРОВК Северной? Ни малейшего представления. То есть я не исключаю, что в конце концов те кафедры, которые открыла Роснана и РВК, либо, если они вдруг этого захотят, вольются в ЦКП, либо, если они этого не захотят, заключат в ЦКП партнерское соглашение, что ЦКП оказывает им какие-то такие услуги. Либо вообще не будут с ним сотрудничать. Но, скорее всего, кафедры будут все состоять в отношениях к ЦКП, потому что это всем выгодно, удобно, и никто не обязан никому отдавать честь. И смысл деятельности будет в том, что ЦКП будет такой демпфер или переходной блок между университетом, который хочет, чтобы у него стандартно и стабильно каждый год на условно 100 человек брали в инновационные предприниматели. И миром реального предпринимательства, где постоянно будут возникать и исчезать направления, где вот какой-то биофарм-кластер на этот год будет хотеть 100 человек, на будущий 10, а на следующий ни одного. И мы будем организовывать вот такую систематическую работу, чтобы студент мог, начиная с 4-го курса, как мы это описывали, пройти там не менее 6-ти стажировок в разных местах, закончив там, куда он записался, если он не передумывает по дороге. Но по ходу дела описывая кренделя. Вот что такое ЦКП. Это некая машинка. Поэтому у него статус такой неопределенный, но он межфакультетский. По размерам, я думаю, мы выйдем на то, что численность выпускников будет примерно соответствовать численности факультета, я так думаю. Но, наверное, не сразу. То есть года через 2-3 работы мы выйдем на то, что будем каждый год организовывать выход примерно 100 ребятам. Все они будут инновационные предприниматели в выбранной ими предметной сфере, как-то распределенной между действующими факультетами, но не обязательно. Это наша задача. Сначала там будет 15, потом 30. Несколько приемов. Эта технологическая задача, она будет выполнена, значит, конфигурацию предсказывать не берусь. Мы это один раз уже делали. В общем, я не вижу причин, почему мы не сделаем это быстро и эффективно. Меня интересует сейчас гораздо больше другое. Нужно приступать к систематическим занятиям. Мы было приступили, но вот необходимость организовать проектную сессию нас слегка отвлекла. Слава богу, как-то она там более-менее прошла. Сейчас мы будем мониторить ее последствия. Последствия будут в том, что ЦКП должен сам для себя, не ожидая милости от природы, организовать проектные сессии, даже если никто на физтехне будет их хотеть. Внешний спрос на них имеется. Поэтому теоретическая часть задачи ЦКП поставлена, обозначена, мы ее уже обсуждали, я готов, если нужно. Прагматическое в отношении университета мы только что и обсудили. Она состоит в том, чтобы организовать стабильный приток мест инновационной профессии на стажировку. Но есть еще одна совсем такая деловая циничная часть, ЦКП должен сам себя кормить. Поэтому мы должны, откликаясь на внешний спрос, создать на нем машину проведения проектных сессий, где мы сами решаем, кто наш партнер и какую сессию мы проводим в этот раз. Причем сессий будет много. И мы хотим на ближайшие сессии заменить консультантов тоже продвинутыми выпускниками и студентами, стажерами. То есть, грубо говоря, кем-то из вас. Потому что на этой сессии наши консультанты нас достали. Они работали неадекватно. Они отстали от развития стандарта. Они пытались заменить отсутствие предметного знания своим опытом. Опыт их недостаточен для этого. И поэтому мы на этой сессии имели я забегаю в разговор полетов. Это ваш любезный. Но мы имели картину, когда самым продвинутым были стажеры. Все нормально. Да. В результате все обе другие страны жаловались. Я больше все держал по этому поводу. Предприниматели сказали, какие-то стажеры в этом году плохие, они не такие. Ну, конечно, не такие. Потому что вместо предпринимателей нам выдвинули хороших таких бизнесменов, которые ничего не хотели и всему мешали, и все тормозили и не отвечали даже на вопрос. Но наши консультанты тоже были хороши. Они не в силах были решить поставленные перед ними задачи, потому что они отстали по компетенции. Поэтому надо никого не дожидаясь. Но догонят они, пожалуйста, пусть догоняют. Я их всех люблю. Они тоже наши ученики, у них большой опыт. Пускай. Не догонят не надо. Давайте сделаем команду как можно быстрее, которая будет каждый месяц в своей удовольствии проводить проект на связи, зарабатывать, стоять на этом денег. И порождать расширяющую структуру спроса. А заодно тестировать вместе с нами содержательные представления на предмет ее отчуждения в виде математических конструкций, которые мы сможем сразу засовывать в софт. Это машинка. Я поэтому уже объяснил, что они сейчас все получают предложения. Идет собеседование. Я, как и обещал, в 5 ночи Ивач поддал все наши оценки. И он проводил уже сегодня собеседование с корзином будет. И поэтому я говорю, что, конечно, как честные люди мы заказчику даем приоритеты и не имеют права предложить и забрать любых у вас. Право первой, второй и третьей ночи. Но при этом сказал, что ведь у студента есть право выбирать. Он может как принять предложение, только отказаться, выбирать, где ему работать и в какой позиции. А во-вторых, я вам искренне советую принять. Кто решит попытаться себя поддумать ролью вот этих будущих консультантов проектной сессии и взять этот план. Мы заинтересованы на самом деле и в том, и в другом, потому что лучше бы, чтобы вы попали в реальные проекты, там прошли стажировку на хотя бы семестр. Ну, или договорились, если возможно. Вот Андрей Сизюхин, который сидит сверху, он пытается именно такую модель реализовать. Работая, пройдя в прошлом году отборы, получив приглашение, приняв его и работая ВХР, он участвует, начинает, пытается в Сколковской участвовать, а здесь участвует в проектной сессии как консультант. Как стажер в консультант, я бы сказал. Проблема тут в том, что когда вы попадете в этот проект, не факт, что он предпринимательский, что там есть предприниматели, что вы сможете заниматься тем, чему мы пытаемся учиться. И тогда, вот, ну, увидев это все, вы либо сможете вернуться, либо мы совместно с вами построим в рамках того же Химрара некоторый модуль доводки проектов. Где мы вместе с вами будем заниматься тем, чтобы, по-хорошему, есть такое слово принуждение, которое там, чуть ли не принуждение к инновациям, принуждение к предпринимателю. То есть, либо человек предпринимает в проекте, потому что от него это хочет руководство Химрара, лично Ивашенко. Либо, если он не предпринимает, надо заменять его, надо делать апгрейд, надо искать людей на стороне или выращивать как можно быстрее руководитель проекта из вас. Но пока этого модуля нет, можете сходить, проверить. У кого там есть предприниматель, у кого нет, возвращайтесь, это вам решать. Ситуация, к сожалению, жизненная. Либо сразу обговаривали, что вы приходите, но с условием, что вам дадут возможность отвлекаться и приезжать на правильный сессию. Только вот, чтобы не было верхоглядства, что не надо говорить вот такой, я распонтованный предприниматель, я вот тут прошел все курсы, пришел, а где у вас проект? А что, вот этот вот дубин, ты и есть предприниматель? Этого не надо, потому что в любой проект... Сергей Большой не знает себя ценой, ни такого не скажет. Все друг друга видели, как все плавали, все плыли бездорожные. Поэтому все эти оценки, которые засчитал, это такой, какой-то аванс космический. Нет, в любом проекте надо дробить ломом унитаза, это неизбежно. Это вот наша работа четыре дня на физтехе началась с того, что мы на шестом этаже лабораторного, на пятом этаже лабораторного корпуса дробили ломом унитаза. Нам выпала высокая честь Зеленцова, он тогда был, из туалета сделать лабораторию. Во всяком проекте дробление унитазов ломом всегда было, есть и будет важнейшей частью. И нам в наших проектах приходится всем время заниматься. Поэтому важно, чтобы там была компонента предпринимательская. Но это не означает, что если вы туда попали, то вы белая кость, значит, и все обязаны вам приносить приборы для скрининга. Если не сдувать с них пыль, ничего подобного. Но я этого не говорил. Если будут такие проблемы, мы сами встанем на сторону как бы заказчика. черная работа всегда была, есть и будет необходима. Ну и на ней отдыхаешь. За всяким банкетом следует мытье посуды. Даже грузить ее в машинку для мытья посуды тоже, в общем, работа достаточно такая, нетворческая. Но очень приятно. Мозги отдыхают, руки делают. Давайте мы первую часть начнем закруглять. Если есть какие-то вопросы, я нахожусь в состоянии принятия решения, что надо возобновить со следующего четверга и прочесть наконец какой-то отрезочек курса, связанный с постулированием структур типа таблицы в книге смысл. И, значит, времени готовиться совершенно нету, но у нас имеется набор представлений с запасом, который никогда систематически не излагался. Можно попробовать. Но я бы хотел, чтобы вы помогли нам привлечь на этот остаток семестра третий курсников. Для этого надо сочинить понятный месседж и найти способ донести до них. Потому что для нас это прежде всего следующее поколение, которое в ваших проектах будет работать с вами. Ну и люди с более-менее нормально поставленными мозгами. Иначе нам придется сделать перерыв. В течение года мы с Иоаном Александром будем читать про педептику и неизвестно, сможем ли мы параллельно вести какую-то курс. Неизвестно. Мы потеряем людей. Я ожидаю поддержки от ЦКП. Краткая информация о ЦКП. А вопрос был, Сергей Иванович? Да. Вопрос по предыдущей части. Да. Слышно? Вот, отлично. У меня есть вопрос. Как второкурснику непосредственно сказать то, что он ну даже третий курснику то есть он по сути не был в таких вот базовых институтах еще по сути там еще не работал и может тяжело будет. И может тяжело будет. Именно в эти дни третий курсники если вы не знаете они объезжают там раз в неделю один из институтов базовых. Сейчас. Сейчас? Я знаю из первых вопросов. У нас просто не совсем так было. А вы когда были в третий курснике не объезжали? Не на каждого? А, на АФФ на Квантах то же самое. Каждую неделю они едут в один институт проводят там полный рабочий день. И тем не менее все равно вопрос был как что сказать третий курснику? Какой месседж? Третий курснику я уже говорил я повторю надо сказать что есть такая новая специализация а именно руководитель инновационного высокотехнологического проекта где человек занимается не научным открытием а скажем коммерциализацией в конечном счете может быть собственного открытия может быть коллег из его же группы то есть сам собственными руками доводит его до рынков миллионных или миллиардных и смотрит как это делается оставаясь при этом в русле понимая содержание проекта будучи физтехом и это новая специальность которая значит неформально существует уже год а формально будет учреждена вот этим летом и если они хотят туда прямо попасть на стажировку туда и выбрать это место в качестве базовой специальности тогда им надо немедленно бежать сюда слушать пропедитический курс и летом они смогут записаться на ту или иную кафедру или прямо в ЦКП но им пугливым надо объяснить что на протяжении четвертого, пятого, шестого курса будут допускаться обратные движения то есть вошел человек попробовал прошел стажировку сделал курсовую работу понял что предпринимательство ужасное скандальное некомфортное вернулся на родной факультет в нормальном порядке не надо будет рвать рубашку на груди и рыдать и писать покаянные письма вернулся сказал нет не для меня это и продолжил свое образование потом опять почесал почесал репу передумал на пятом курсе опять вот такое движение допускается но каждый раз он должен будет по конкурсу то есть мы пока брали всех кто пришел и отсеивали через систему собеседований дальше видимо на следующий год для четверокурсников будет уже формально предусмотрена возможность конкурса а на следующий дальше пойдет жесткий конкурс мы будем выбирать одного из десяти примерно если вам скажут что если вам скажут слышно а вы лучше не наклоняться если вам скажут что так не бывает тут редкий случай когда при том что я не люблю Америку можно провести пример вот этот фильм крайние меры который все пропагандируют там показано как молекулярные биологи пошли в венчурный поселенной фонд за своими деньгами и сам биолог неожиданно встретил что там сидят в совете инвестиционном исключительно молекулярные биологи примерно как он кончавший одного он вообще опознал как своего там парня с соседнего курса из этого же университета из этого же факультета а другие факультеты которые не круче чем он кончал и все они теперь правда сидят вот в модусе инвестиционных капиталистов в этих фондах рассматривают проекты биотеки все это реально это бывает это жизнь каждый из них был молекулярным биологом научным работником имел лабораторию и дошел до того что пошел делать проект и уже переместился плотно в одну из форм инвесторов код цкб будет зарабатывать двумя способами продолжаем если он первый способ это проектная сессия второй способ это второе дополнительное или параллельное образование которое для всех кто не прошел по конкурсу будет ограничено платным а для всех кто пришел из других вузов и не прошел по конкурсу опять-таки будет тоже платным а для всех кто пришел откуда угодно но прошел по конкурсу будет бесплатным как положено ну это принципиальная позиция вот здесь мы заработаем на откатах Да. Наконец-то. Тогда вот все к Малякову, пожалуйста. Наконец-то появится труба, где можно будет... Ну, вы уже поняли, что киселем, только берем киселем. Ящик киселя, и, в общем, мы уже начинаем тему обсуждать. А какие сорта, ну, это вот уже, это тонкий вопрос. Окей. Сергей Борисович, один такой вопрос или просьба. Я лично вот там сагитировал человек 5 или 6, чтобы они... сюда пришли и, ну, на эти лекции. Хотите откатик? Нет, нет, нет. Но они после первой лекции сразу уходили со словами, что это все философия, вода, что здесь никакой конкретики, поэтому... А, философия слов, это не ксинонима? Никакого стартапа, никто не хлопочет лицом. Ну, в общем, короче говоря, у меня просьба, вот, да, максимально, ну, как бы, максимально конкретики, какую-то включить, потому что люди, которых приглашают, они очень часто уходят именно с такими объяснениями. Может быть, просто не тех людей вы пригласили? Может быть. А вы им не давали вот эту самую мою фигню, которая называется, типа, памятка для новобранца? Ну, если человек приходит вообще с нуля, он не попадает, куда, конечно, первая лекция кажется полному дню и прочее. Если он хоть что-нибудь почитал, хоть что-нибудь посмотрел перед этим, тогда у нас есть возможность вписаться. Нет, но предварительно я им объяснял, что это такое достаточно развернуто. Поэтому для третьекурсников... Ну, как и положено, они ничего не посмотрели. На будущий год, то есть, не семестр, для третьекурсников это будет идти по кафедре той самой, где философия и вода. То есть, гуманитарный факультет. Ну, потому что что-либо новое объяснить человеку, значит, сходу в виде формул довольно странно, согласитесь. Вряд ли это возможно. Он должен чего-нибудь понять, что, собственно, является новым. А нормальный ребенок, значит, он новое просто не замечает. Я всегда привожу пример, как мы ребенку трех-четырех лет под елку поставили ящик таких размеров. Он пол елки закрывал, подарок. И он полдня ползал по этой комнате радостно и его не замечал. То есть, он бился в него головой, но он его не видел, потому что твердо знал, что в этой комнате все, что есть, и он его знает. И ничего нового в принципе там не может быть. Нам пришлось буквально носом его тыкачить, чтобы он обнаружил этот ящик, который не позволял ему проползти. Новое никогда не обнаруживается вот таким простым, понятным, стандартным способом. Ничего нельзя поделать. Но с другой стороны, пожалуйста, вот будет гендир ЦКП Горелов. Горелов совсем не похож на, значит, философа. Но он на кого угодно похож. Он больше похож на бандита, чем на философа. Конечно, да-да, естественно. Ради бога. Ну и показывайте его. И то, чем он занимается тоже. Пром техэкспертиза похожа на шарикопошипниковский завод больше, чем на рощи Академы. Там циничные люди решают такие унылые проблемы. Сандартизация опасных производств. Ну вот, как бы совсем уж ничего философского. А он выпускник ЦКП. Заработает на экономии. Да. Третьяков тоже совершенно не похож на философа. Ну хотя на любого человека нахлобучит белую тогу. В общем, приодеть его и дать выпить немножко. То он становится похож на философа. Ну правильно, самый мелкий почерк, чтобы никто не увидел. Производство. Распределение. Да вы лучше говорите, потому что никто не видит, что написано мелко. Видно. Обмен. Меня отсюда не видно, а вам видно. Вот дают, а? Обмен не путать с обманом. Это буква Е. Это наука. Вот там наука. Теперь, значит, имеется чудовищный разбухший бизнес, который есть не что иное, как обмен. И вот в этом бизнесе Вася решает произвести дрюндель тот самый и его продать. Вот тут спрос на дрюндель. Тут, значит, имеется сырье. Сырье или там ресурс. А, ресурсы. И тут Вася, значит, покупает, я повторяю то, что было на проектной сессии, Вася, это Вася. Производит цепочку покупок. Он покупает, значит, все, что нужно для производства дрюндель. Сам ничего не производит. Он покупает цеха, станки рабочих, стандарты, лицензии, сырье, энергию. Это все, значит, соединяет вместе. И из этого сырья, энергии, из материалов, купленные им рабочие, на купленных обстанках, производят, значит, детали дрюндели, собирают их и продают. И вот все понятно. Здесь имеется спрос на дрюндели. И если мы сюда добрались, мы в полном шоколаде. И вот Вася собирает. И вот в очередной Вася. Да, а наука, она работает, как правило, лучше всего вот тут. Какие-то люди за него открыли там залежи дрюндельного сырья, поняли, как его там какой-нибудь, значит, электролизом подземным возгонять в жидком виде через трубы, как прогонять его через ректификационные колонны и прочее, 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 прочее. Потом вот тут другие люди сели и поняли, как фондируемый ресурс ценный в виде дрюндельной руды или там каких-то дрюндель-прокатных станов распределить между предприятиями, как организовать производство специалистов. И, наконец, все это поднялось до чьих-то активов. Это все роздано, приватизировано. И тут в центре оказывается Вася, который пытается все это купить. И нет тут никакого места для того, чем мы занимаемся. Я просто рассказываю, где начинается ЦКП. Зачем нужна философия. И тут выясняется пренеприятнейшее обстоятельство. Он точно знает, что нужно ему для производства дрюнделя, но денег у него нет, не хватает, чтобы все это купить. А если он чего-то не купил, то нельзя свинтить, не хватает какой-нибудь пистонной гильзы. Он идет в банк, банк ему, естественно, говорит, а залоговая стоимость где? Банк же не дает денег, это иллюзия. Банк покупает. Когда я беру кредит под залог собственной недвижимости, то банк покупает мою недвижимость, да еще и с большим дисконтом за 70% рыночной стоимости. Он покупает, но не пользуется, потому что он надеется, он ставит меня пистолеткой и говорит, либо ты нам вернешь кредит и еще денег дашь дополнительно, либо мы у тебя его заберем, хотя он не хочет ее забирать, не знаю, что с ней делать. Никто не дает денег в банке. Банки сразу вас обмешуривают, покупают ваши. Ему не дают, у него нечего продать банку. У него одна идит. Тогда он протягивает руку, идет жалобная, кричит, дайте денег, дайте денег, и это называется проектом в жизни. Это называется проектом, когда глупый Вася хочет много денег, чтобы купить все это барахло. Это называется проектом. Естественно, никто не дает, но поскольку имеются уполномоченные государством несчастные люди, типа Чубайса, которым дали из бюджета много денег и велели время от времени их раздавать вот таким вот несчастным, с протянутой рукой, они не желают садиться в тюрьму, но желая выполнить планы, желая как-то распоряжаться этими деньгами из лучших побуждений, начинают с ним длинный марлезонский балет. Они мучают его два года, требуют подписать ужасные обязательства, забирают у него в залог его имущество, все, которое есть, включая фигу с течью и собаку. И потом, наконец, некоторым дают деньги, хотя при этом они понимают в глубине души, что деньги не вернутся и проект не будет реализовывать. Все это они понимают. Вот что такое проект. С нашей точки зрения проекта совершенно другое. Вот здесь имеется фундаментальный разрыв, который человечество в целом не преодолело. И здесь уже не вещи, а отношения между собственниками вещей, собственности, отношения по поводу собственности. Вы восстанавливаете перпендикуляры с каждого сэмпла вот этого самого бизнеса, который вам нужен, находите собственника, Вася собственник, ВС, в скобочках, или с индексом С, приходит к другим собственникам, говорит, ребята, дайте мне все это немедленно бесплатно, просто так. Ну, они говорят, ты что, с ума сошел? Он говорит, да нет, что вы, мы сейчас все это вот свинтим, объясняем им, как свинтим, выйдем на рынок, получим офигенную прибыль, не эти жалкие ваши вонючие, там 3,5% поверх инфляции, и то хорошо, если 3,5%, а вот там 200%. И мы поделим вот это все между собой, пропорциональную вкладу. Вот начинается проект. Проект находится там, где человек вышел в другое пространство, абсолютно в другое измерение, которое для бизнеса не существует. Поэтому вся наша проблематика с бизнесом вообще никак не связана. Мы считаем, что он уже есть. Эти компетенции готовы. Наука работала на это. Мы занимаемся той части науки, которая работает вот на это, на следующую плоскость, вот следующие три этажа. Это этажи собственности, и здесь имеется то же самое. Институты обмена, не обмена, институты обмена, институты распределения и институты производства. Предметом науки, другой части науки, являются институты по определению Дюргейма, предметом всего комплекса наук общественных, являются институты. И вот в науке возникает новый огромный раздел, который до этого болтался без толкового облака, потому что его не было к чему привинтить. Он привинчивается сюда и становится таким же инженерным корпусом дисциплин, каким были науки, материаловедения, теория машиномеханизмов, погранство и прочая фигня. Важно понимать, что это никакой нерелитивизм. Чем человечество страдало два века, пытаясь применить законы физики к описанию собственности. Они не применяются. Они не про это. Они не применяются. Это не есть релитивизм. Здесь нет механического переноса. И когда мы говорим о производительности, то мы пытались с вами отделить ту производительность КПД техническая от производительности, которая создается в результате того, что вы смотрите на что-то, как на нечто возможное производить работу, и поэтому вставляете в цепочку добавленной стоимости, и производите эту новую добавленную стоимость. Поэтому там не работают столовые представления, когда мы говорим опять о энергии, информации. Это есть условные переносы, только поскольку не созданы более точные. Ну это мы поподробнее обсудим, если будет так курс, возможности. А пока что можно сказать вашим ребятам, которые пришли? Они должны понять свой предмет. Он никак не связан с теми предметами, которые есть. Он новый. Не мы его придумали, вот уже 200 лет человечество пытается тупо перебраться сюда, и в общем там уже есть плацдармы. И вообще вся наша страна является следствием такого уродского эксперимента в эту сторону. Она вся была задумана как страна, которая является собственностью трудящихся, населяющих. И главный пафос был в том, что вот здесь имеется возможность строить, конструировать, и работая на себя, выработать на страну, и наоборот. У меня поэтому подзаголовок одной из книжек «Как заработать вместе со страной». Для бизнеса это звучит полным бредом. Ни с кем вместе заработать нельзя, заработать можно только конкурировать. Я вырос себе кусочек, произвожу там дыринделя и занимаюсь рыночной конкуренцией, то есть ценовой. Здесь возникает обратная синергия, сборка и прочее-прочее. Значит, это новый предмет, он так и излагается, в нем есть свои новые технологии. Технологией является некоторая деятельность, которая же описана стандартно, наука в ней уже ввинчена, и теперь надо превратить ее в рутинную. Когда она рутинизируется, то и в пределе из нее выходит человек. Из финансовой технологии тоже должен выйти человек, как и из любой технологии. Грубо говоря, технологизация предпринимательства закончится тем, что там тоже будут роботы. Но они не будут в инсайтах вскакивать ночами, гремя железными суставами, и бить себя гачным ключом до искры по балде. Ничего подобного. Роботы будут сначала заниматься подсчетом добавленной стоимости, распределения между участниками. Потом они начнут распределять оптимальным образом набор однородных ресурсов между бизнесами, и в конце концов они дойдут до управления промо-стратегиями. А люди перейдут на следующий этаж идентичности. Тут вроде без философии нельзя, но у Энгельса, к которому я отношусь без особого уважения, была такая тупая мысль, что всякая технология начинается как философия, потом превращается в теорию, потом она отвердевает в некоторые методики и превращается в технологии, из нее уходят люди. Мы проделываем тот же путь, и мы хотим, чтобы то, что мы делаем, отвердело в онлайновой многополитской технологии, с помощью которой можно управлять проекты. Форма омертвляется и остается жить. Ну да. Так что это абсолютно продолжение физтехской жизни. А чего разве в физике нет? Места для креатива, разнообразного, безумного. Для интуиции есть масса сказочек и баечек о физиках, теоретиках, экспериментаторах, истории про Паули, которые, когда входил в лабораторию, все приборы взрывались, какие там только были моментально. Ну, то есть, это в высшей степени мистическая, творческая деятельность. Бедный, бедный, бедный Петр. Вы прилягте, я не против, вам будет даже лучше слушаться. Говорят, гипнопедия есть. Можно, Юрий Александрович, перед тем, как мы перейдем к разбору полетов, да, я хочу поставить одну задачку для ЦКП связан с разбором полетов. Коллеги, я вас уже считаю как бы там, ну, собственниками ЦКП, и у меня конкретная задачка. Вот она какая. Одной из организаций, которая может попасть нам в объятия, является Объединенная инновационная корпорация Росатома. Ею руководят выпускники старого ЦКП, и они нам выкатили один проект на эту проектную сессию. Они внутри себя представляют машинку проектов. На входе в каждый из проектов находится та или иная инновационная технология ядерного цикла. На выходе находятся прагматические проекты, часть из них связана с медициной, очень много там, диагностика и лечение через разнообразные дозированные облучения локальные. Одна часть связана с неразрушающим контролем, то есть в теле турбин, поиск всяких там трещин или пустот, и одна часть связана с безопасностью. Рамки на входе, куда могут проникнуть террористы. Они хотели бы завязать с нами плотные отношения вплоть до заказа нам полной проектной сессии. Будется, не сбудется, не знаю. Пока надо сделать два шага на встречу. Первый шаг. 31-го, по-моему, в воскресенье, в субботу-воскресенье в той же самой Клязьме делала проектная сессия будет их двухдневная внутренняя школа. Она, с моей точки зрения, архаична. Там будут читаться лекции, проводиться какие-то групповые работы. Я там тоже буду читать вводную лекцию в первый день. А второй день буду проводить три групповых работы. Мне нужно помочь, и поэтому нужно, чтобы хотя бы человека два вместе со мной, а лучше три, поучаствовали в придумывании и в организации групповой работы с атомщиком. Атомщикам я сказал, тогда вам придется на них потратиться и взять их себе, поселить и прочее. Деньгами пока обмениваться не будем, но я думаю, что они отработают путем того, что они помогут вам провести правильным образом вашу учебу. То есть я предлагаю выделить команду из двух-трех людей. С той стороны тоже команда из молодых ребят вашего возраста, которые этим занимаются проведением. Три человека. Надо им немножко на последнем этапе помочь сконфигурировать их учебу с тем, чтобы в ней появились какие-то признаки разумности. Вместе с ними туда поехать, провести все это, это приятное времяпрепровождение, а заодно помочь мне провести там три группы вечерние и придумать, какой мы там сделаем с ними интерактив. Это пункт один. Пункт два. После этого эта же команда с их стороны начнет готовить проектную сессию по нашей технологии, которая будет состоять в идеале только из их проектов. Надо продолжить этим людям ту же самую работу и превратиться в совместный оргкомитет проведения этой проектной сессии. Три человека с нашей стороны, три человека с их стороны по нашей технологии. И приблизить этот вожделенный момент, потому что а. Это важно, б. На этом можно денег немножко заработать, в. Росатом тоже хочет иметь дело с физтехами или с мефистами нашими. Вот Баршевая там с ними свел, он будет из-за туса мефистов искать продвинутых. Но их на самом деле не интересует, что написано в корочках. Им нужен продвинутый старшекурсник, имеющий возможность работать. Поэтому заодно для вас это будет расширение поля стажировок. Высокотехнологичный проект Росатома абсолютно вполне по содержанию физтеховский. К тому же когда-то Мефи и физтех это было одно и то же. То есть поначалу, строго говоря, был один Мефи. Потом он разделился на ядерную, да, Юрий Александрович? Примерно так, как ты был. Он был в институт боеприпасов, да. Да. Потом начали разделиться. Ну и в конце концов возникло два ВОЗа, которые имеют одно происхождение, одну модель. Отличия возникли уже в годы перестройки, потому что физтех пошел по одной линии, и Мефи пошел по другой линии. Я думаю, что выбор Мефи оказался хуже с моей точки зрения. Вот. Вот там завелись экономические факультеты, эмоциональные, еще все это утонуло. Да. Все мертворожденное. К сожалению. Задача понятна, просто вот надо, Петр, задача понятна, я дусь с надеждой на вас в этом отношении. Надо сделать боевую группу, которая интегрируется в них и начнет там по-хорошему конструктивно-подрывную деятельность, которая, если повезет, закончится полномасштабной проектной сессией по проектам ядерного цикла. В перспективе надо поставить вопрос, что потом родилась базовая кафедра физтехи Росатома. Да, кстати, Росатом поглядывает в сторону физтеха, потому что Мифи у него и так в кармане. Уже у Росатом срочно договариваться. Ну что, разбор полетов тогда? Если есть вопросы по этому поводу. А по какие даты? По-моему, 31-я, 31-я там точно есть. Грубо говоря, это не вот это суббота-воскресенье, а следующий. Это пансионат Клязьма по случайному совпадению там же, где была наша проектная сессия. От физтеха недалеко. Что ты говоришь? Отлично. Делайте. Пожелания по поводу курса, содержания его, если отталкиваться от книги смысл, я как бы принимаю по почте или через Фейсбук или в личном качестве. Пожалуйста, пишите, звоните. Да. Давайте. Микрофон дайте. Возьмите прибор. Он сзади вас. Я просто озвучил. Протяните руку назад. Наоборот. Yes. А счастье было так возможно. Озвучьте. Я очень хочу графическую нотацию для наглядного обсуждения всех вот этих вопросов о собственности. У меня уже есть какие-то наброски, какие схемы можно рисовать. И просто, мне кажется, это очень сильно облегчило бы участникам сессии работу. Я бы это хотел там обсудить. Не знаю, вряд ли сейчас публично, потому что так или иначе это вот у меня заплатит. Мне нужен помощник-рисовальщик, потому что я а. плохо рисую, б. не владею никакими из... Ну да, в PowerPoint что-то с напрягом могу тупо нарисовать, но это, в общем, отстой. Да. Нужен, что кто-нибудь... Вот эти бегемотики, которые все время получаются. Ну, бегемотик куда, пожалуйста, я могу извести. Всегда бегемотик получается. Светочком. Нужен помощник, который будет вместе со мной рисовать. Нет проблем. У меня есть куча таблиц. Петя хорошо рисует. Но все мои таблицы отсканированы с помощью сноповязалки холхозной из каких-то картинок масляной краской на пергаменте. В общем, все тоже куром на смех. Но Петр говорил о другом, что он хотел... Я не про рисование, я про формализацию в выделении каких-то сущностей, а уж предписать им какой-либо символ. Мне нужно презентации и объемные картинки, которые мы здесь будем крутить. Они все есть, но на словах я объяснить это вам не могу. А картинок рисовать не умею. Нужен интерфейс в виде графических средств, которые будут сопровождать данный курс лекции. Вообще, с самого начала уже следует четвергать. У меня есть какие-то отстойные картинки? Первый раз я обойдусь. Но дальше вы сами скажете, нельзя как-нибудь это... Я еще тем цикапятом говорил, что нам нужен такой мультик управляемый из пульта, где все эти таблицы натянуты на поверхность тора, бублика. Этот бублик крутится, а вы должны летать вокруг него. Но это... Не, но это элементарно. Это пачков сделал в параллелографии, скачил к лысым в 98-м году. У них была такая программа мира, где летают бабочки, бегают ящерицы, вы кликаете по бабочке, и дальше вы уже эта бабочка. То есть вы видите окружающую среду ее глазами. И можете летать, как она. Если кто-нибудь варамелем владеет, то это все легко делается варамелем. Нам нужен простейший аналог технологии, потому что картинки 3 на 3 плоские не выражают того, что надо. Надо иметь дело с тором. На экране должен быть тор, и вы должны иметь возможность менять точку зрения, то есть смотреть на него изнутри. Давайте назначим, когда мы будем делать эксперимент с тором. Буду делать что? Будем ставить эксперимент с тором, насколько он нагляден. Есть очень простые трехнерные сортина. Работает варамелем или что-нибудь типа. В нем получается варамелем легкий, быстрый. Есть более простые и современные. Давайте более современные. Вы можете сделать объемный тор, в котором можно разбить на ячеечки, и там все прорисовать. 3D Max работает. Это очень вкусная шоколадная работа. Я завидую тому, кто будет это делать больше, чем себе. Ее тоже придется нагрузить унитазом некоторыми, потому что для того, чтобы я этим занял сам, мне надо, чтобы кто-нибудь помог решать какие-нибудь рутинные проблемы некоторые, связанные с учреждением ЦКП и с прочим дребедением. Поэтому я предлагаю, чтобы не вступать в товаро-денежные отношения или там ЦКП сам решит, как этому человеку платить, или он будет половину времени помогать мне освободиться от рутины, а половину времени мы с ним будем рисовать. Вот все, что могу сказать. Я вообще за графику, за наглядность, я формул не понимаю, и они меня раздражают. И на физтехе тоже проблема была, я их ненавижу. Единственное, я вот не уверен, что сразу стоит рисовать торы и так далее, потому что, скорее всего, они взорвут мозг людям. Можно сразу, к сожалению. Наоборот, они позволят не смотреть в таблиц, а увидеть это сразу. У таблицы возникают зубодробитные свойства, которые связаны с тем, что это тор, натянутый на бусс. Просто есть какие-то более простые вещи, вот как, например, вот здесь показаны на доске, да, и это тоже вещи, которые, мне кажется, что это является какой-то проекцией тора. Это является проекцией тора. Тор на самом деле тоже является проекцией. Тор является проекцией шестимерного объекта, который нам нужен. А что такого? Я учился в заочной математической школе, и мы получали задания, и я имел дело с этими шестимерными объектами, клеевых и спичек. И до сих пор благодарен МГУ, что они тогда не погнушались дать мне рекомендации на ФИСТЕХ, а сейчас там целый скандал. ВЗМШ меняет руководство к Калмогоровскому, ВЗМШ точнее, потому что оттуда слишком много людей поступает на ФИСТЕХ. И, в общем, там народ возмутился, и решил, почему мы готовим людей для другого вуза. Сейчас идет большая буча в международном Фейсбуке, если вы видели, на одной из групп МФТИ. Именно по этому поводу. Нет, нет, лучше сразу ставить мозги правильным образом, если вы хотите, чтобы это было четко. Если нет, давайте с таблицами делать три на три. Но она тоже там. И у меня есть операции математические, они имеют даже свои названия, я вам притащу не на первом, а на втором занятии их там разнообразные зеркальные отражения, много симметрии, но их получается много, потому что на самом деле это разные стороны одного и того же. То, что это ТОР, на этом мне указали ФИСТЕХ. 10 лет назад, как сейчас помню. Развук полетов? Это они вам польстили, Сергей Борисович. Кажется, то, что это ТОР, вы сами понимали с самого начала, вы же ФИСТЕХ. Ну, какая разница, кто первый? Они независимо пришли к этому, я был искренне изумлен. Это за вас топология и гомология решили. А вот все-таки вопрос, Анатолий, он правильный. Как? Третьих корм объяснять, почему надо идти сюда, им же вот, либо надо вот так вот говорить, что ты идешь куда-то, и тогда нужно вам упростить это до студенческого языка, и объяснить, почему набраться терпением. Но предъявить он сразу это не увидит, а он попадет в какой-то опять кусок, где была предыстория, он на нее посмотрел, где идет продолжение чего-то. Ну, люди же всегда приходят в предысторию и попадают в контекст, который они имеют. Либо надо применить вашу студенческую технологию, вы же там все любите выйти по КВН-ить еще что-то, не знаю, как завлекать. Вы думаете сами о технологии завлекухи, когда человек сначала приходит из-за завлекухи, а потом западает уже на содержание. Тем более сейчас у третьего курса вторая половина, но второй семестр это самое тяжелое время на Фстехе, поэтому вообще в принципе мало кто придет. Не, вы заблуждаетесь, я тоже наблюдаю. Не так-то там все и тяжело, а самое главное сейчас по базовым кафтерам разъезжают. Легенды мы слышали, я тоже в них верил. Потом всмотрелся на конкретном примере и понял. Сколько учился каждый семетр все дальше все более тяжелым предыдущего. Ну, раньше было так, раньше так было. Это расстрельный такой семестр, шестой семестр. очень много там новых дисциплин, много экзаменов, много зачетов. Не за это, просто все знают, что после третьего курса в основном 40% отчисляют. Да. И поэтому расстреляют. постепенно. Объясните им цинично. Скажите, что изобретатель и автор открытия получает за свое открытие хорошо, если 4%, а чаще 2%. Если люди хотят понять, куда деваются остальные 98%, не хотят поучаствовать в их освоении, то тогда вот для них как раз самая дорога в ЦКП. Потому что, как минимум, они об этом узнают и поймут, что 2% это справедливо. А как максимум, они поймут, что надо делать, чтобы их стало не 2, а 4, 6, 10, 50, 98. Ради Бога. Но вот как их избавить от того, что считаете водой? Трудность в ходу, что они в это верят, идут и хотят увидеть, как быстро превратить то, что там, казалось, 2% стало 20%, но они этого с первого раза не схватывают и уходят. Я бы сказал вашим пятерым недошедшим, что, друг мой, без философии ты обойдешь. Попробуй обойтись без воды. Вот засекаем время и сколько времени ты продержишься без воды со своей физикой. Посмотрим. Вот поэтому вода является жизненеобходимой частью любого курса, сколько бы он инновационным ни был. О, классно. Желательно только чистая, а еще лучше живая. И самое главное, чтобы не порушить связи вандервальса, я всем говорю, не доводите воду до кипячения. Чай эти книжечку этого японца про живую воду. Не за май вандервальса. Забыл, как его зовут. Чай невозможно пить, если он закипел и забулькал. У него порушены вот именно эти связи. Кто помнит, как зовут японца, которые живой водой выращивают кристаллы. Ну вот, уже мода прошла на него. Да, все, поздно. Так, Юрий Александрович, давайте разбор полетов сделаем. Давайте. А что? На проектной сессии? Напомните. Дайте оценку. Оценку, как стажерам я дал, оценку, видимо, теперь ассистентам и тем, кто конструировал. Ну да, например. Ну да. Проектная сессия прошла, она состоялась. Проектная сессия прошла, да. Продолжение следует...